Самое злостное заболевание плодовых культур на Южном Урале – мучнистая роса на смородине, как амикос на косточковых культурах и парша на яблонях. Развитие вредоносных болезней вызывают грибы, поэтому каждый садовод должен знать, бороться нужно с грибницами, а не с последствиями. Самым лучшим, самым действенным средством борьбы с грибами является бордосская смесь. Когда опрыскивать? Опрыскивать надо ранней весной. Вот, к примеру, яблони. Во время прозеленения, раскрытия конуса почки, то есть опрыскивание надо проводить по зеленому конусу. Опрыскивать в сухую погоду. Опрыскивать бордосской смесью можно все ягодные культуры, все кустовые культуры, все косточковые культуры, все семечковые культуры. То есть диапазон применений у бордосской смеси огромный. Бордосская смесь не только убивает грибы, но и помогает сохранить деревья от иссушения. Особенно эта проблема актуальна ранней весной, когда верхушки деревьев нагреваются солнцем, а корни находятся еще в непрогретой земле. Голубой цвет бордосской смеси хорошо отражает солнце. Крона деревьев прогревается меньше, а это значит, испарение будет меньше, и ваши садовые культуры не пострадают от весеннего солнца. После того, как деревья цветут, их нужно повторно опрыскать препаратом хомус. Это контактный препарат, который должен обязательно попасть на грибницу, иначе толку не будет. В Европе вместо хомуса уже давно применяют другой препарат – хорус. Он системного действия – проникает в кору, в листву и, смешиваясь с соком дерева, убивает грибы, где бы они ни находились. К сожалению, наши садоводы пока еще хорус используют неактивно. Применять хорус надо при температурах, вот это очень важный момент, при температурах 4-10 градусов Цельсия. Через два часа грибы убиваются. Но при температуре 10-20 градусов действие хоруса уменьшается, снижается. А при температуре выше 20 градусов он нейтрален. Зная правильные сроки опрыскивания, любой садовод легко защитит свои садовые культуры от болезней и вредителей. И тогда летний сезон подарит отличный урожай.